Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. От высоких технологий до деревянного кольца. Какая продукция из Ульяновска ценится на мировом рынке? Что делали представители КПРФ в здании правительства и что они сказали губернатору? Капелька России собрала лучших исполнителей Ульяновской области. Что обсуждали на встрече с сополномоченным по правам ребенка? В последние дни января необычайно теплая погода сменилась суровыми морозами. Еще в выходные уровень ртутного столба показывал температуру близкую к нулю. А уже сегодня в школах Ульяновской области из-за холодов были отменены занятия. Министерством образования были даны рекомендации отменить занятия в школах в связи с ухудшением погодных условий. Гидромедцентр прогнозировал понижение температуры в некоторых районах до минус 26, соответственно, не во всех, а только в некоторых. И в связи с тем, что были очень сильные порывы ветра, снегопад, метель. Соответственно, это и сыграло на то, чтобы дать рекомендации к отмене занятий в школах. Но, несмотря на это, директора самостоятельно принимали решение, потому что школа у нас находится в разных районах, область у нас большая, поэтому в различных районах температура опускалась по-разному, да, до разной отметки, где до минус 25, где до минус 19. Поэтому, на усмотрение директора, занятия были отменены где с 1 по 4 класс, где-то по 9 класс, где-то по 11 класс включительно. Впрочем, сегодняшние морозы, скорее всего, станут лишь исключением из общих правил этой зимы. Синоптики по-прежнему считают ее аномально теплой. В продолжении темы погоды – комары и озимые под защитой. Как аномальная зима сказалась на животных и посевах Ульяновской области? И вновь зима наступила внезапно, когда ее уже совсем отчаялись ждать. Прогноз погоды на ближайшие дни не может не радовать. Легкий морозец, обильные снегопады – наконец-то серый городской ландшафт скроется за русской зимой. Но как природа не старается наверстать упущенное, все рекорды уже побиты. Эта зима запомнится необыкновенно долгим теплым периодом. Синоптики называют его экстремальным. У нас отмечается такая аномалия, что среднемесячная температура у нас превышает норму. В декабре у нас превысила норму на 3-4 градуса, а в январе даже на 10-12 градусов. И с 17 января 2020 года у нас максимальная температура днем составила плюс 2,2 градуса, что как раз-таки перекрыло наши многолетние значения. Виной всему циклоны, пришедшие к нам с севера Атлантического океана. Теплые воздушные массы накрыли территорию Европы и Западной Азии, а обычно противостоящий им восточно-сибирский антициклон не успел сформироваться вовремя. В результате большая часть России этой зимой не видела ни мороза, ни солнца, ни снега. Метели ночные заморские в Ульяновске – это скорее исключение из правил, поскольку и февраль, судя по прогнозам федеральных синоптиков, будет теплее, чем обычно. Очень сильно влияет такая погода на здоровье человек, в первую очередь. Это люди, которые имеют хронические заболевания. Также при такой погоде возможно развитие различных вирусов, заболеваний, которые переносятся воздушно-капельным путем. Опасности, которые экстремально теплая зима несет для здоровья человека – не единственные негативные последствия погодной аномалии. Уже в нескольких регионах России было отмечено раннее весеннее пробуждение природы. Посреди зимы животные выходят из спячки, распускаются первые подснежники, в рост идут озимые. Опасность в том, что их жизненных запасов до наступления настоящей весны может не хватить. К счастью, для Ульяновской области эта проблема не актуальна. За счет того, что они в осень ушли в очень здоровом, хорошем состоянии, сахара были накоплены возле кущения, поэтому я думаю, что наши озимые тратили те запасы, которые они заложили с осени. Сейчас нам погода помогла. Снег выпал, их укрыл, и поэтому нам будет гораздо легче прогнозировать, каково состояние урожая в этом году будет на момент сбора. Выбавший снег также решил проблемы и другого порядка. Теперь оказались вне опасности комары и другие насекомые, важные для биологической пищевой цепочки. Их исчезновение могло привести к печальным результатам. Низкий минус или невысокий плюс у нас был в области, поэтому я думаю, что перезимуют они все хорошо. Что касается уже более крупных животных, я считаю, что в целом благоприятная зима сказывается, наоборот, благоприятно на этих животных, потому что зимой большую часть энергии животные тратят на поиск, пропитание, на защиту от холода, на передвижение по высокому снегу. В этом году, например, у нас снега не так много, как обычно, поэтому животным проще. Согласно прогнозам синоптиков, самый сложный период экстремальной теплой зимы остался позади. Выбавший снег растает только в апреле, а температурный режим, хоть и будет отличаться от привычного на пару градусов, критической отметки не пересечет. Юлия Шагунова, Даниил Сурков, Новости Улправда ТВ. Накануне региональные новости пестрели заголовками про поведение представителей фракции КПРФ. Во главе с депутатом Госдумы Алексеем Курином и депутатом ЗАГС Собрания Айратом Гебадиновым ульяновские коммунисты ворвались на расширенную встречу с уполномоченной по правам ребенка Людмилой Хижняк. Вопросы детей стоят на одном из первых мест в стране. Это признают, пожалуй, все, кроме представителей ульяновского отделения партии КПРФ. Для них все проблемы отступают перед собственными интересами. Во главе с депутатом Госдумы Алексеем Курином и депутатом ЗАГС Собрания Айратом Гебадиновым ульяновские коммунисты ворвались на расширенную встречу с уполномоченной по правам ребенка Людмилой Хижняк. На совещании обсуждались важные вопросы поддержки семьи и детей, обозначенные в послании президента Федеральному собранию. Ворвались, это мягко сказано. Вначале они устроили толкучку на входе в здание областного правительства, давая пройти общественникам. А потом и вовсе брали штурм в двери зала заседания. Депутаты от КПРФ, депутаты законодательного собрания, депутаты Государственной думы ворвались в зал вообще с гиканьем, с драками. В общем, вели себя неподобающе и как будто пьяные люди ввалились в кабак. То есть, ну вообще мы были, конечно, ошарашены таким поведением представителей депутатского корпуса, то есть представителей слуг народа. И все были, конечно, в шоке от того, что и прервали доклад губернатора, и сорвали мероприятие в итоге, которое очень важно для каждой семьи абсолютно. В итоге коммунистам удалось пройти на совещание. Только обсуждать они пришли отнюдь не вопросы детства. Их полновала судьба шестерых депутатов Владимировградской гордумы, у которых прокуратура нашла нарушение в налоговых декларациях. Закон для ульянских представителей КПРФ не указ, и они пытались отмазать своих товарищей. Выступил губернатор, произнес прекрасные слова, связанные с защитой и безопасностью детей, о том, как их ценить в нашем регионе, про инвалидность, и очень много полезной информации для всех. И тут Алексей Владимирович Куриный, не дожидаясь каких-то возможностей выступить, просто перебивает его и начинает нести то, что считает, на свой взгляд, правильным. Наглецы дипломатично отреагировал на выходку политических оппонентов губернатора и продолжил стоически выступать с докладом. Глава области, в отличие от Куриновой компании, умеет себя вести, как полагается государственному деятелю его уровня. А вот коммунистов это не успокоило, и они поступили к губернатору после встречи плотным кольцом. Добивались отмены законного решения, вместо того, чтобы доказывать свою правоту в суде. Мы как Красный Крест, конечно, в первую очередь мы общаемся со всеми партиями, со всеми конфессиями. Мы не относимся ни к тем, ни к этим. Но я хочу сказать этим людям, которые вели себя вчера так неадекватно, пожалуйста, вы представители той партии, за которую голосуют люди старшего поколения. Как вот им в глаза сейчас смотреть, видите себя адекватно, в конце концов. Это совещание, это же не сборище какое-то. Выходка ульянских коммунистов возмутила всех общественников, находившихся на встрече. Ведь они собрались послушать о защите прав детей и выступить со своими предложениями. Этого не получилось. Постояв возле губернатора и повыясняв отношения в кулуарах, КПРФцы удалились несолонно хлебавшие. Вернее, эффект от их вторжения все же был. Как известно, скандальный пиар – это тоже пиар. Только такой результат, кроме политиканов, никого не устраивает. Во всех районах Ульяновской области создадут службы семейных консультантов. Это одна из тем, которая обсуждалась на встрече с уполномоченным по правам ребенка. Подробности у Егора Титова. Основной приоритет – работа с детьми. Такую задачу поставил губернатор Сергей Морозов на расширенной встрече с уполномоченным по правам ребенка Людмилой Хижняк. Глава области обозначила несколько направлений, по которым будет строиться работа в регионе по соблюдению прав детей. В их числении – допущение дискриминации детей, соблюдение прав, уважение к взглядам ребенка и, конечно, большое внимание к семье. При этом нельзя скрывать у существующих проблем. Уже просчитано, что в нашей области, в семье, в стране низкими доходами и даже с отсутствием постоянного дохода воспитывается более 19 тысяч детей. Думаю, что всем понятно. Губернатор отметил, что необходимо как можно быстрее приступить к реализации положения послания президента Федеральному собранию в части поддержки семей. Необходимо приступить и к реформированию областного капитала «Семья», чтобы помочь улучшить материальное положение детей. Со своим предложением, как можно это сделать, выступили участники расширенной встречи. В последние годы прослеживается такая тенденция, что алименщики всячески уходят от содержания своих детей. И поэтому у нас также имеется предложение, как законодательная инициатива, ужесточить наказание в части невыплаты алиментов, вплоть до привлечения к уголовной ответственности лиц, способствующих укрывательству данного имущества. Не все меры носят исключительно материальный характер. Участники встречи высоко оценили инициативу губернатора по созданию службы семейных консультантов. Она будет действовать во всех муниципалитетах Ульяновской области. Инициатива губернатора по созданию служб семейных консультантов позволит значительно совершенствовать работу семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации на ранних этапах. Оказание юридической помощи – еще одно важное направление по защите прав детей. Решение вопросов с жильем для сирот, создание хороших условий для жизни, борьба с невыплатой алиментов – все это входит в перечень проблем. По словам юристов, 99 обратившихся решают свои проблемы. В Ульяновской области очень развита система оказания бесплатной юридической помощи. И я в том числе являюсь адвокатом, который входит в систему оказания бесплатной юридической помощи. Также вот обозначу, что 99% – это именно на бесплатной основе для обратившихся граждан. Губернатор также отметил, что в области появится совет при полномоченном правам ребенка. А институт омбудсмен должен координировать работу всех ведомств по защите прав детей. Егор Дстов, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ. Кадровые перестановки. Глава Заволжского района переведен в засвияжье. Как провожали Юма Акулова на старом месте и как встречали на новом – в нашем материале. Наиль Юма Акулов назначен на должность главы администрации Заволжского района. Кандидатуру одобрили руководство региона, депутатский корпус и общественность. Ранее Наиль Хосянович 6 лет возглавлял Заволжский район. За это время сформировал опытную команду управленцев, выстроил открытый диалог с самими жителями и решил множество точечных проблем. Поэтому проводить экс-главу и пожелать удачи на новом месте пришло немало заволжцев. И Наиль Хосянович сделал очень много для того, чтобы наш район расцветал, для того, чтобы наш район был всегда одним из лучших, и чтобы нам, людям, живущим в этом районе, было лучше и комфортнее. Я хотел бы пожелать ему на новом поприще успехов, в любом случае. Причем я думаю, что эти успехи для него – это просто… В любом случае он их сделает. Это человек, который всегда добивается того, что он хочет. Для завода это друг. Это большой друг Авиастара. За Свияжье – самый большой и густонаселенный район в городе. В нем проживает 225 тысяч человек. Плохие дороги, отсутствие освещения, незаконная торговля – это лишь часть проблем района. Ротация кадров, по мнению главы города Сергея Панчина, – это возможность найти новый подход к решению застарелых проблем. Мы сегодня прекрасно понимаем, что району нужен очень сильный, серьезный руководитель, который бы объединил вокруг себя и директорский корпус за Свияжьего района. Вы знаете, что очень мощные промышленные предприятия – это механический завод, это автомобильный завод, металлоконструкция и ряд других предприятий. Новоиспеченный глава района на прошедшем аппаратном совещании в администрации отметил, уже составил концепцию развития, где учтены все имеющиеся проблемы, в том числе и капитальный ремонт домов, благоустройство, замена систем вода и газоснабжения. Это прежде всего дорожное строительство, экология, дополнительные источники доходной части бюджета, возможность вести здоровый образ жизни, повышение уровня качества жизни населения и ежегодность той или иной реальностью этих проблем дают о себе знать. В этом году в за Свияжье проведут порядок 27 дворов, благоустроят территорию в парках молодежной и новое поколение, проведут ремонт системы водоснабжения на улицах 50 лет в ЛКСМ, Стасова и Автозаводская. Такое определенное безвластие, что ли, в за Свияжьем районе, когда долгое время исполнял обязанности, оно приводило к тому, что долгосрочные планы и долгосрочные проекты по развитию района строить было тяжело. Отрадно, что в своей речи Наиль Хосянович обозначил основные проблемы за Свияжьем района, значит он их знает, значит он знает, представляет, как он будет их решать. 10 основных пунктов, но, к сожалению, наверное, не обратил Наиль Хосянович внимания, пока что особое внимание, что за Свияжьем район проблемы с ливневым канализацией. Это весенний период, осенний период, и у нас есть традиционные места. Улица Октябрьская, это улица Камышинская, это как раз мой округ депутатский, на который проблемы всегда традиционно очень серьезные возникают. Поэтому порекомендую Наилу Хосяновичу обязательно снести корректировки в программу. Среди ближайших планов Юмакулова – создание профессиональной команды, объединение активных граждан района и руководства местных предприятий бизнеса. Не обойдут без внимания вопросы, озвученных в послании президента Российской Федерации Федеральному собранию. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Ульяновск принято считать родиной Ленина и местом производства уазиков и самолетов. Однако за рубежом регион знают и по другим достижениям. О некоторых мы расскажем в нашем сюжете. Ульяновские предприятия стремятся за рубеж. Только за прошлый год совокупный оборот по экспорту составил 800 миллионов долларов. В этом году местный бизнес будет стремиться перешагнуть отметку в миллиард долларов. Расширится и количество стран-экспортеров. Вы знаете, сегодня 140 компаний-экспортеров по итогам 2019 года в Ульяновской области. Мы производим как высокотехнологическую продукцию, такую как системы комплекса обеспечения безопасности. Это и оборонно-промышленная продукция, это и радиофармпрепараты. Это очень большой сегмент продукции в сегменте товара для дома, предметы интерьера, мебель, строительные материалы. Это продукты питания. В списках ульяновских товаров, поставляемых за рубеж, можно найти что угодно. Главное отличие наших – они не сырьевые. В регионе нет нефти и газа, чтобы гнать их в другие страны. Но у нас есть технологии и собственные разработки, которые очень ценятся за границей. Этот небольшой, но очень умный прибор разработан в Ульяновске. Эта коробочка, установленная в вашу машину, сможет рассказать о том, когда открывались и закрывались двери, сколько километров и где проехала ваша машина, сколько бензина было затрачено и, в принципе, вообще все, что только можно знать о машине. Владелец авто может прямо в своем кабинете узнать абсолютно все, что происходит с машиной в любой момент времени. Аналогов в мире у нашей разработки пока нет. А вот востребованность есть. Поэтому кризис перепроизводства не грозит даже в условиях общемирового экономического кризиса. Нашим рынком на данный момент является Российская Федерация, страны СНГ и совсем недавно начали развиваться в сторону экспорта. И первые наши поставки были в Латинскую Америку, в Индию и в Румынию. Абсолютно все составляющие прибора сделаны в Ульяновске, включая необходимое программное обеспечение. Такие компании и товары нужны региону, небогатому по сравнению с остальными полезными ископаемыми и прочим сырьем. Развитие региона может проходить только по сценарию глубокой переработки чужого сырья, как это делает, например, Япония. Вообще тема поддержки экспорта и вывод ульяновских компаний на внешний рынок – очень важная задача, от которой во многом зависит благополучие области. Задачу увеличения экспорта ставил губернатор, который неустанно возит образцы наших товаров в международные командировки на выставки и форумы. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», обозначенный президентом России одним из приоритетных, реализуется в регионе с неплохими показателями. Всего за год экспортная составляющая выросла почти на 15%. Для сравнения, общероссийский экспорт имеет отрицательную динамику на 5,57% меньше, чем за 10 месяцев 2018 года. В Ульяновске производятся новомодные гламурные товары. Например, украшения, которые не сразу воспринимаются таковыми. Возможно, наш потребитель еще не совсем готов платить за них, но Канада с удовольствием платит. А конкуренты пытаются, но не могут повторить технологические находки. У нас есть конкуренты, которые постоянно повторяют наши продукты. Мы выпускаем новое изделие какое-то, они постоянно пытаются копировать. И вот непосредственно «Северное сияние» пока в таком исполнении никому еще не удалось сделать. Производители украшений работают исключительно на экспорт. Каждое украшение уникально. Каждое плод ручного труда специалистов-самоучек на оборудовании, разработанном и сделанном прямо в ювелирной мастерской. Реализация ульяновских товаров стабильно идет в 60 стран мира. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Уллправды.ТВ. Лес Победы и за народную песню. Как в Ульяновской области отметят 75-ю годовщину Победы, расскажет Наталья Чумаченко. Вся страна готовится к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это праздник силы, мужества и стойкости, проявленной защитниками страны в 41-45-е годах, которых на сегодняшний день осталось не так уж много. Губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что 9 мая региональная и муниципальная власть должны сделать все возможное, чтобы достойно отметить День Победы и поздравить каждого ветерана с этой замечательной датой. Об этом глава региона сообщил на расширенном заседании Оргкомитета. В связи с этим, обращаясь к руководителям отраслей и муниципальных образований региона, все поступающие рекомендации должны быть отработаны в заявленные сроки и в полном объеме. Итоги их исполнения мы будем рассматривать ежемесячно на заседаниях регионального организационного комитета Победы. В год памяти и славы в Ульяновской области пройдет около 200 крупных мероприятий. Регион примет участие в ряде федеральных проектов, таких как «Снежный десант», «Лес Победы», «Свеча памяти», «День неизвестного солдата», «Волонтера наследия», «Культурный минимум», «Голос весны», «Дальневосточная победа», «День неизвестного солдата». Еще пять региональных проектов станут аналогами всероссийских. Соответственно, мы решили не оставаться в стороне и придумать какие-то свои аналоги. И, собственно, пять вот этих аналогов здесь прозвучат. Это, например, «За народную песню», который уже известный проект. Мы хотим его включить в рамках регионального плана «Года памяти и славы». Также это фестиваль военной реконструкции, который пройдет в Ульяновском районе. Мы тоже хотим, чтобы это мероприятие было включено в региональный план. В преддверии юбилейного празднования Победы обращено пристальное внимание властей на оказание медицинской и социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. В качестве дополнительной региональной мероподдержки героям войны планируется сделать бесплатным проезд в городе для всех ветеранов и их сопровождающих. В послании президента было сказано, что обследовать всех ветеранов Великой Отечественной войны – дети войны, труженики ТЭЛа. Ну и большой плюс для ветеранов Великой Отечественной войны – в этом году президент озвучил, что каждый ветеран к 75-летию Великой Отечественной войны получит по 75 тысяч, а труженики ТЭЛа – по 50 тысяч. Каждый ветеран сегодня должен оставаться во внимании. Будут проводиться очень много мероприятий, направленных именно на патриотическое воспитание. Это в том числе митинги, митинги реконструкции, это уроки мужества, уроки военной истории. Это будут спортивные соревнования. В Ульяновской области будет проведено порядка 80 соревнований спортивных с охватом более 5 тысяч. На заседании участники обсудили концепцию военно-патриотического парка «Патриот». Проект планируется начать реализовывать в марте этого года путем реконструкции существующего парка имени Маргелова, где разместят образцы разной военной техники. «Стоимость разработки проекта инструментов документации составила 938 тысяч рублей. Проведены работы по определению подрядной организации». Особое внимание участники заседания уделили культурной составляющей праздника. Стартует программа Ульяновского фонда поддержки детского чтения «Ты знаешь, мой внук, что такое война. Диалог поколений», ставшая победителем конкурса на грант президента России. Проект начнется с события «Забота. Дети войны». Волонтеры запишут рассказы ветеранов о военном детстве, о родственниках, участниках войны, которые затем будут опубликованы в специальном сборнике. Также в честь празднования 76-летия снятия блокады Ленинграда Ленинский мемориал подготовил выставку «Блокадный Ленинград». Она создана на основе материалов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и экспонатов из музейных фондов Ленинского мемориала. Наиболее интересна выставка тем, что сегодня представлены именно вещи ульяновцев, блокадников, которые находились там, которые воевали, внесли службу в блокадном Ленинграде. Все желающие ульяновцы и гости города смогут посетить выставку и прикоснуться к истории победы до 20 февраля. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ. В село Выры Ульяновской области в январе съезжаются все районные народные поэты, композиторы и исполнители авторских песен. Сельский клуб на один день становится местом, которое по капле заполняется творчеством земляков. Фестиваль «Капелька России» объединяет всех в одну дружную семью. По традиции фестиваль проходит в местном Доме культуры, который входит в топ-100 лучших культурных учреждений России. Таким он стал благодаря работе Анны и Валентина Абдюшевых. Именно они не дали закрыться единственному очагу культуры в селе Выры. И ездили в район, добивались, чтобы не отключали отопление. И приносили из дома дрова. И уголь добывали сами, покупали за свои деньги. Топил Валентин Васильевич, являясь художественным руководителем Дома культуры. И все вот это наследие, которое здесь сохранилось благодаря вот этой замечательной семье. Основательница фестиваля Анны Ивановны вот уже год как нет в живых. Но ее идеи продолжают работать и сейчас. А двигателями являются дети, внуки и самодеятельные коллективы, носящие звания народных. Все это в память о супруге, бабушке, маме и подруге. Она нас научила петь, научила танцевать, научила играть на пианино. Вот с Настей, моей сестренкой, вместе учимся. Я училась, закончила музыкальную школу, она учится до сих пор. Ну, вот лично. Да. Мы как бы династия продолжатели рода Абдюшевых. Анна Ивановна была тот человек, который всех людей разных объединил в одну нашу большую дружную семью. Добрейший души человек. И нам ее очень-очень хватает. Анна Ивановна сама писала стихи, а ее муж Валентин – музыку. Их песни многие участники знают наизусть. Анна и Валентин Абдюшевы и сами капельки, которые собираются и собирают по капле Россию и Ульяновскую область. Капелька России, ты моя судьба. Все в тебя ввожу я, чтобы ты жила. Согласно прогнозу синоптиков, 29 января в регионе ожидается небольшое потепление. Температура воздуха днем составит минус 7 градусов. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру в 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех.